Согреют и поднимут настроение. 5 напитков, которые подарят вам тепло зимой. В зимнее время, особенно когда наступают морозы, хочется приятных и теплых напитков. Наступает период, когда горячий чай или обычный глинтвейн становятся неинтересными и хочется чего-то нового и необычного. Эксперты дали 5 рецептов напитков, которые удовлетворят любого и согреют душу и тело даже в сильные морозы. Об этом пишет и в это. Мартини со специями этот напиток просто просит, выпей меня, когда температура на градусниках ползет ниже нуля. Его можно подавать на праздничный стол или согреться с любимым человеком во время романтического ужина. Состав 25 мл ванильной водки, 45 л сливочного ликера, 45 мл тыквенного ликера, лед, 1 щепотка молотой корицы, 1 щепотка молотого мускатного ореха. Алкогольные напитки смешать в шейкере со льдом и встряхивать, пока шейкер не вспотеет. Перелить в бокал для мартини, украсить корицей, молотым мускатным орехом и подавать. Миндально-шоколадный кофе, сочетание продуктов в этом напитке дает ощущение тепла и уюта, а любой, даже самый обычный день, такой коктейль превратит в праздник. Состав 20 мл миндального ликера, можно амарета, 15 г темного какао, 220 мл горячего кофе. Кофе сварить и налить в чашку, добавить в него какао, а потом ликер. Украсить чашку можно взбитыми сливками и шоколадной стружкой. Горячий фруктовый пунш, такой напиток в холодную погоду просто незаменим. Сочетание цитрусовых бренди и меда делают его не только вкусным, но и полезным. Состав 45 мл яблочного бренди, 45 мл апельсинового ликера, 20 мл сока лайма, 1 час л меда, 2 щепотки апельсиновой цедры. Горячая вода. В бокал для ирландского кофе налить ликеры и сок лайма, добавить мед. Долить все это горячей водой и посыпать цедрой. Перемешать длинной ложкой. Украсить можно яблоками и апельсинами. Гоголь-моголь, это старый рецепт для холодного времени года, и он прекрасно подходит для восстановления сил и тепла. Его можно подавать во время вечеринки или выпить во время ужина, это поможет расслабиться и получить удовольствие. 1 дробь 3 стакана 2% молока, 2 дробь 3 стакана гоголь-моголя, 1 ст, ложка бренди, 45 мл эспрессо. Мускатный орех по желанию. Налить молоко, взбитые яйца и бренди в жаропрочную посуду и нагреть до 70-80 градусов. Сварить эспрессо и смешать с молоком и гоголь-моголем. Ложкой нужно снять пену и посыпать мускатным орехом. Яблочный сидр с пряностями, еще один классический напиток для холодной погоды. Его можно пить холодным или горячим, он одинаково полезен и приятен. Состав 2 литра яблочного сидра, 3 палочки корицы, 1 час ложка душистого перца горошком, 1 час ложка целой гвоздики, 1 дробь 3 стакана коричневого сахара. Сидр и палочки корицы поместите в чашу мультиварки, можно в кастрюлю с толстыми стенками. Добавьте перец и гвоздику, но заверните их в марлю, марлевый мешочек. Досыпьте коричневый сахар. Доведите до кипения на сильном огне. Убавьте огонь и подержите еще 7-10 минут. Перед подачей корицу, перец и гвоздику нужно вынуть. Напомним, ранее мы писали о том, что Клопотенко представил самый популярный рецепт среди украинцев в 2020 году. А также рассказывали о том, как приготовить шикарный омлет, как в детском саду.